Премудрость, глава 3. А души праведных в руке Божией, и мучений не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью. И отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказаны, они будут многооблагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви прибудут у Него. Ибо благодать и милость со святыми Его, и промышления об избранных Его. Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа. Ибо презирающий мудрость и наставление несчастлив, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Жены их несмысленны, и дети их злы. И проклят роды их. Блаженна неплодная, несквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ. Блаженный Евнух, не сделавший беззакония рукою и не помысливший лукавого против Господа. Ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем. Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без посчета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода.